Привет, Леонид Котвицкий. Сегодня раскрою одну секретную, можно сказать, методику, как натянуть старую, уже провисшую, вот такую пленку, да, вот ей уже третий год заканчивается, как натянуть, чтобы она опять натянулась, при этом не разбирая, не снимая, ничего не меняя на теплице. Просто натянуть, чтобы она стала как новенькая, или даже еще натянутее. Многие знают, что теплица-то, пленка, пока она натянута, она долго служит, она не треплется, тогда пленка начинает трепаться вот так ветром, она начинает рваться, особенно в местах креплений, ну и в других, тут уж как повезет. Натянутая пленка служит еще долго, но первый раз натянул, потом она на тепле, с каждым годом, ну и просто от ветра, от всего, начинает постепенно размягчаться, растягиваться. Как сделать, чтобы она натянулась? Показываю. Думаю, по звуку видно, вот отсюда, да, куда рука дотягивается без лестницы, вот здесь натянута, как дуб, понимаете, как барабан, бубен. А вот здесь, например, видите, какая разница? Это я уже сделал, поделюсь сейчас секретом. Значит, хорошо, конечно, если есть специальные профили, сейчас уже их выпускают пару лет, такие металлические, в которых змейкой вставляется такая пружинка, натягивающая пленку. Это замечательная вещь, если хотите, я могу заказать несколько штуков и показать, насколько это полезная вещь. Их можно натянуть сразу, не все, потом пленка натягивается, до натянуть, добавить. Когда провиснет уже на всех креплениях, их снимаешь без дыр, без ничего, натягиваешь по-новому, и опять пленка натянута. Ну, это все стоит, конечно, денег. Вот, здесь простой вариант. Пленка так, либо лентой прибита степлером, либо прижата планочками, рейками. Как сделать, чтобы она, если еще может служить, а если ее подтягивать каждый год, вот так, как я покажу, то она будет служить гораздо дольше. Может мне три года прослужить, а пять-шесть лет. За те же самые деньги практически. Лишь копеечки сейчас затраты покажу на электричество. Значит, секрет в следующем. Технический фен. Используем его на хорошей такой мощности, но уже угадываем с расстоянием, надо угадать. И нагреваем пленку так, что она аж меняет цвет. Вот так она обычно уже чуть мутнее. Когда ее греешь, она начинает так менять. Цвет становится резко прозрачный. Все, пошел дальше, значит, дальше. Поменял цвет, пошел дальше. Вот таким вот образом действуем. Технический фен, возможно, какие-то тепловые пушки, еще что-то. Если здоровые объемы теплиц, и жалко времени, можно купить что-то более мощное. Этот фен чистых 1700 ватт имеет и 650 литров на максимальной скорости. Но, тем не менее, он справляется. Только не столь быстро. Может быть, хотелось бы за час все сделать. Потребуется больше времени. Но сейчас покажу. Секрет в чем? Пленка целлофановая. Все, кто имеет пленочные теплицы, знают, что на солнце, когда жара, она растягивается и провисает. Казалось бы, куда ее еще греть? Так вот, особенность полиэтилена в том, что он при сильном нагреве, наоборот, начинает стягиваться. Становится, ну, чуть ли не как новенький. Давайте покажу процесс, а потом еще пару слов уже, пару нюансов в конце дорасскажу. Итак, смотрим, какая у нас изначально. Здесь вот, по этому шву я не буду натягивать, потому что она здесь на все уголки растянется. Вот здесь я так уже не угадал. Буду натягивать чуть выше. О, состояние, видите, да? Я начну здесь. Сейчас, когда она мокрая, то так не видно изменения цвета. На сухой видно, она старая уже обычно такая мутная, а то становится прозрачной. Ну, и сейчас, по мокрой, ну, фен ее быстро высушивает, и видно, как она начинает растягиваться просто на глазах. В общем, смотрим. В общем, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...